Ребята, здравствуйте! Сегодня у нас лекция номер девять по математическому анализу. Я, как обычно, напишу номер лекции. На прошлой лекции мы рассмотрели понятие площади плоской фигуры и доказали, что если у нас есть непрерывная функция, неотрицательная, то можно рассмотреть такую фигуру, как криволинейная трапеция, ограниченная сверху, графиком функции снизу осью абсцисс и вертикальными прямыми. Х равно а, х равно b. На отрезке аб рассматриваем график этой функции. Площадь этой криволинейной трапеции вычисляется как интеграл f от х за х, определенный интеграл Риммана. В связи с этой формулой давайте рассмотрим такое понятие, как геометрический смысл определенного интеграла. Геометрический смысл определенного интеграла, чтобы была понятна геометрическая природа, что ли, этого понятия. Предположим, что у нас функция f от х непрерывно на отрезке аб, и у нее, значит, только конечное число точек, где она обращается в ноль, значит, меняет знак, меняет знак в конечном числе точек. В конечном числе точек. Ну, тогда график этой функции выглядит примерно вот таким образом. Вот я нарисую его вот таким образом, например. На отрезке аб у нас образуется, так сказать, поскольку функция все-таки меняет знак в некоторых точках, я буду сейчас считать, что их конечное число, то если мы будем брать интеграл от этой функции от а до b, f от х до х, то мы можем разбить его на три интеграла. По свойствам линейности, аддитивности определенного интеграла, можем разбить его на три интеграла. От а до с плюс, я напишу, от с до d и плюс интеграл от d до b от нашей функции f от х до х. Ну, поскольку на первом участке наша функция неотрицательна, на втором она наоборот меньше нуля, меньше равна нуля, на третьем больше равна нуля, то по доказанному в прошлый раз мы можем заявить, что вот я обозначу площадь первой криволинейной трапеции s1, площадь второй криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции, ну вот заштрихуем эту область, вторая криволинейная трапеция, так сказать, опрокинутая вниз и третья криволинейная трапеция, где функция у нас снова неотрицательна, вот имеет такой вид. И по предыдущим рассуждениям мы видим, что первый интеграл это будет площадь криволинейной трапеции, которую мы обозначили s1, поскольку во втором интеграле у нас функция отрицательная, то есть если мы поставим минус перед f от х, то эта картинка перевернется и будет площадь вот этой фигуры. Значит, получается, что эта площадь берется со знаком минус. Ну и, наконец, третья часть, третий наш интеграл, там функция снова неотрицательна и снова получается просто площадь этой криволинейной трапеции. Ну, таким образом можно сформулировать геометрический смысл, что определенный интеграл от а до b f от х до х, он равен альтернированной сумме, вот говорят, альтернированная сумма, когда знаки могут меняться плюс или минус. Альтернированная сумма альтернированная сумма, альтернированная сумма площадей, площадей криволинейных трапеций, трапеций, на участках, где функция сохраняется, значит, определенных участками, 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 где функция f от х сохраняет знак. Итак, наш интеграл представляет собой альтернированную сумму площадей криволинейных трапеций, определенных теми участками, где наша функция сохраняет знак. Вот в данном случае это участки от а до с, от с до d и от d до b. Ну, давайте приведем простенькие примеры вычисления площадей. Значит, примеры. вот пусть у нас задана функция синус х и давайте вычислим площадь вот такой фигуры, так называемой арки синусоиды от нуля до π. Значит, вот фигура, я обозначу ее просто буквой Т, вернее, не Т, лучше просто С. Площадь. Значит, вычислить площадь фигуры, вычислить площадь ограниченную осью ОХ и аркой синусоиды на промежутке от нуля до π. По формуле мы знаем, значит, функция это непрерывно, она не меняет знак на этой части, на этом отрезке, поэтому площадь С будет равна интегралу от функции синус х dx. Мы знаем первообразную от синуса, это минус косинус х. Делаем подстановку по формуле Ньютона-Лейбница. Делаем подстановку в точке π косинус равен минус единице, минус косинус это будет плюс единица. И вычитаем мы значение косинуса в нуле, но минус косинус это будет минус единица, мы еще вычитаем, поэтому получается у нас ответ 2. Значит, площадь вот этой вот фигуры одной арки синусоиды равняется 2. Значит, у равняется синус х. здесь график. Давайте еще рассмотрим, мы в прошлый раз также рассмотрели, как вычисляется площадь криволинейного сектора. Давайте рассмотрим пример на вычисление площади криволинейного сектора. Тоже возьмем простой пример. Ну вот у нас был пример на вычисление длины кардиоиды, а давайте сейчас посчитаем площадь кардиоиды. То есть площадь области, ограниченной кардиоидой. Значит, вот первый пример у нас был. Сейчас второй пример. Вычислить площадь, вычислить площадь фигуры, фигуры, ограниченной кардиоидой. Кардиоидой КР равняется единице плюс косинус фи. Ну, нарисуем еще раз эту картинку. Полярные координаты мы сопоставляем с декартовыми координатами. Картиночку кардиоида я уже вам рисовала. Здесь единица, здесь минус единица. Ну, примерно она выглядит вот таким вот образом. Вот. Ну, нам сейчас хотелось бы вычислить... Здесь вот немножечко пониже. хотелось бы вычислить площадь вот всей этой фигуры, которая, значит, ограничивается кардиоидой. Давайте я ее обозначу, ну, скажем, S с волной. В отличие от первого примера, S с волной. Итак, S с волной — это вопрос. Кардиоида задается вот таким уравнением. Мы в прошлый раз замечали, что поскольку косинус функции симметричная, то вот эта часть кривой, зеркальная, есть зеркальное отражение нижней части. Ну, и точно так же для вычисления площади мы можем посчитать площадь верхней части и умножить на два, поскольку здесь одинаковые площади. А площадь верхней части, вот эта часть, она представляет собой площадь криволинейного сектора от фи равного нулю до фи равного пи. Поэтому применим формулу для вычисления площади криволинейного сектора. Итак, S с волной будет равно удвоенной площади криволинейного сектора. А площадь криволинейного сектора — это 1 вторая от нуля до пи r в квадрате от фи д фи. Ну вот мы раскроем сейчас этот квадрат. У нас r задается такой вот формулой, двоечки здесь сокращаются. И получается интеграл от нуля до пи, единица плюс 2 косинуса фи, плюс косинус в квадрате фи д фи. Получится интегрируем. Интегрируем единичку, получаем фи. Интегрируем 2 косинуса, получаем 2 синуса. Интегрируем косинус в квадрат. Косинус в квадрат — это 1 вторая единица плюс косинус 2х. Ну вот я здесь сразу напишу. Это будет 1 вторая от единицы плюс косинус 2фи. И мы интегрируем это выражение, получаем 1 вторую фи и плюс 1 вторая косинуса 2фи. Это будет 1 четвертая синуса 2фи. И все это делаем в подстановке от нуля до пи по формуле ньотта-то лейбница. Подсчитываем. Если мы сложим фи и 1 вторую фи, у нас получится 3 вторых фи. Выполняем это в подстановке, получаем просто пи, верхний предел, нижний дает нам ноль. Синус, замечаем, в этих обеих точках равен нулю. И вот здесь получается ноль, и в этой подстановке тоже получается ноль. Поэтому вот ответ 3 вторых пи — это будет площадь, ограниченная всей кардиоидой. Я напоминаю, что мы умножили на 2 площадь этого криволинейного сектора. Ну вот, мы в основном познакомились с правилами вычисления площадей с помощью интеграла Риммана. И теперь перейдем к следующему применению интеграла Риммана. Это вычисление кубируемости пространственных тел и площадь пространственных тел. Я здесь сотру сейчас. Значит, кубируемость и площадь пространственного тела. Что это такое, мы дадим сейчас определение. Кубируемость и площадь, простите, объем, конечно, объем, кубируемость и объем пространственного тела. Пространственного тела. Ну, то есть, какие тела имеют объем и как его вычислять. Ну, во-первых, что такое пространственное тело? Пространственным телом или просто телом называется, я буду просто подчеркивать новые термины, которые называются любое ограниченное множество в пространстве Р3. Ну, что значит ограниченное, вы уже знаете. Это значит, что существует некий шар, ну, например, с центром в начале координат, в который можно это множество, любое ограниченное множество поместить. Значит, множество называется ограниченным, если существует некий шар, например, с центром в начале координат, в который это множество помещается, оно в нем содержится. Ну, в качестве примеров любой шар можно взять, какой-то кубик, параллелепипед, ограниченное множество в пространстве Р3. Ну, вот теперь давайте определим так называемое простейшее многогранное тело. Простейшее, ну, эти слова иногда опускаем мы, пространственное или простейшее многогранное тело. Многогранное тело — это тело, составленное или представляющее собой, составленное, можно и так сказать, составленное из многогранников, из конечного числа, обычно, многогранников. Ну, что такое многогранники, вам известно, еще из школьной программы многогранников, попарные пересечения которых не содержат их общих внутренних точек. Ну, понятие внутренних, внешних и граничных точек в пространстве Р3 определяется совершенно аналогично тому, как это делалось на плоскости Р2. Значит, ну, вот если у вас есть, имеется какое-то пространственное тело, вот я здесь делаю штриховочку, показываю, что это объемное, нечто вроде такого вот, ну, камушка какого-то, какой-то области. Если мы рассматриваем какую-то точку А, ну, вот пространственное тело Т, скажем, я обозначу, точка А внутренняя для тела Т, если существует какой-нибудь шарик открытый с центром в этой точке некоторого радиуса Р, лежащий целиком теле, где шарик В с центром А в Р, мы будем понимать, как множество таких точек В в Р3, что расстояние, расстояние от А до В меньше Р, ну, Р некоторое положительное число, конечно. Р некоторое положительное число. Расстояние в пространстве Р3 вычисляется аналогично тому, как это делалось на плоскости от А до В определяется как сумма квадратов разностей и координат, и, значит, корень квадратный, точнее говоря, из суммы квадратов разностей и координат. Ну, я напишу xA минус xB в квадрате плюс yA минус yB в квадрате и плюс zA минус zB в квадрате, где координаты точек А и В следующие. А имеет координаты xA, yA, zA, аналогично точка В, имеет координаты xB, yB, zB. Итак, точка называется внутренней для тела, если имеется некий шарик, ну, уже такой шарик трехмерный, который целиком содержится в этом теле, с центром в этой точке. Точка, ну, например, С называется, точка С внешняя для этого тела Т. Если точка С сама принадлежит дополнению, она не принадлежит этому телу, и существует некий шарик с центром в этой точке, некоторого положительного радиуса, такой, который тоже содержится в дополнении к этому телу, шарик с центром. Значит, вот если я взяла точку, не лежащую в нашем теле Т, то найдется и некоторый еще шарик, который с центром в этой точке, который тоже лежит в дополнении. Если точка не является ни внутренней, ни внешней, ну, например, я возьму точку Е, вот, то в любой ее окрестности, то есть в любом шарике с центром в этой точке, обязательно найдутся точки как из самого тела Т, так и из его дополнения. Тело Т — это множество, поэтому можно говорить множество Т. Значит, точка Е называется граничной, граничная для Т, для Т, если в любой окрестности, в любом ее шарике с центром в этой точке, значит, для любого радиуса существует внутренняя, существуют точки, точки из Т, и существуют точки из его дополнения. Значит, вот любой шарик мы взяли, окружающий такую точку Е, и в нем обязательно есть точки из самого этого множества Т, и есть точки из дополнения. То есть ни один шарик целиком не содержится в Т, и ни один шарик целиком не содержится в дополнении. Тогда мы говорим, что эта точка граничная. Значит, граница, граница тела Т, она обозначается ДТ, определяется как совокупность таких точек Е, принадлежащих Р3, что Е — это граничные точки, граничная точка тела Т. Значит, совокупность всех граничных точек называется границей вот этого тела Т. Ну вот теперь давайте поговорим о том, как вести определение кубируемости такого тела и как определить его объем. Определение. Значит, мы уже определили многогранное тело, ну иногда его называют простейшим многогранным телом, и вот сейчас дадим определение кубируемости. Ну, сначала вспомогательное определение. Определение. Значит, пространственное тело, я напишу просто тело Т, называется кубируемым. кубируемым. Это новый термин. Если супремум всевозможных объемов тело Ку1 не превышает, если супремум всевозможных объемов тел Ку1 совпадает, ну давайте я обозначу это, это В со звездочкой внизу, совпадает с В со звездочкой вверху, и определяется это как инфимум всевозможных объемов, ну вот здесь нужно поставить фигурные скобки, объемов Ку2, где где вот здесь Ку1 содержится в Т, а Ку2 наоборот содержит Т. Ну и добавим комментарии, где Ку1 и Ку2 это многогранные тела. Многогранные Многогранные тела. Причем вот эти вот супремум и инфимум, причем В со звездочкой внизу это называется нижним объемом, нижним объемом, тела Т. А В со звездочкой вверху называется нижним объемом, а В со звездочкой вверху называется верхним объемом тела Т. Ку1 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 который находится вот в таком состоянии в таком отношении к нашему телу Т. Так вот если мы будем брать разнообразные многогранные тела, то понятно, что объемы этих тел мы знаем как вычисляются, вы это знаете из школьной программы. вот и если мы будем рассматривать объемы всевозможных многогранных тел, содержащихся в нашем теле Т, то ясно, что они ограничены сверху любым объемом тела, которое содержит это Т. Поэтому таких объемов существует супремум. Значит, этот супремум всегда существует, поскольку тело наше ограничено. Это значит, его можно поместить в некий кубик, в некий шар, поэтому ограничены сверху здесь имеется. Объемы всех многогранных тел, которые содержат тело Т, они ограничены снизу, хотя бы нулем, очевидно. И, конечно, они ограничены снизу любым объемом такого тела многогранного, здесь единичка, который содержится в нашем теле. Поэтому у этого множества объемов таких вот тел имеется обязательно инфимум. Значит, вот этот инфимум тоже всегда существует. Значит, вот эти две величины супремум и инфимум вот таких вот объемов они всегда существуют. Так вот, если они равны, вот тогда мы называем наше тело кубируемым. Ну вот, я здесь все объяснила вам, все термины и понятие кубируемости тела. Теперь вопрос, каков критерий кубируемости? Ну, из этого определения сразу же вытекает довольно простая формулировка и доказательства кубируемости пространственного тела. Давайте это запишем. Поскольку по определению тело кубируемо тогда и только тогда, когда совпадают его верхние и нижние объемы, то теорема следующая у нас будет теорема 7. Теорема 7. Критерий кубируемости критерий кубируемости тела. Ну, я имею в виду пространственное тело, конечно. Критерий кубируемости тела. для того, для того, чтобы тело Т было кубируемо необходимо и достаточно, то есть тогда и только тогда оно будет кубируемо, чтобы для любого эпсилон больше нуля, нашлись бы такие многогранные тела Q1 и Q2 многогранные тела, причем такие, что Q1 содержится в Т, а Q2 наоборот его содержит. Такие многогранные тела, содержащие, что их объемы находятся в следующем соотношении, что объем Q2 минус объем Q1 меньше эпсилон. Ну, то есть картинка такая, что у вас есть вот какое-то пространственное тело, вот, я вот штриховочкой показываю, что оно объемное, 3D, как сейчас говорят. значит, если мы поместили какое-то многогранное тело внутрь, вот, содержит, скажем, Q1, и нашли какое-то тело, содержащее наше тело, Q2, ну, скажем, вот я нарисую его в виде кубика, то они должны быть близки друг к другу в том смысле, что их объемы должны отличаться меньше, чем на любой заданный эпсилон. Короче говоря, для любого эпсилона, даже маленького числа, мы можем найти тело, содержащее наше тело Т, и, наоборот, содержащееся в нем с очень близкими объемами. Ну, и вот такая теорема. Доказательство фактически почти очевидное, это оно следует из определения, поскольку по определению, ну, давайте необходимая достаточность по очереди докажем необходимость. Значит, пусть наше тело кубируемо. Пусть Т кубируемо. Кубируемо. То есть, по определению, его нижний объем совпадает с верхним объемом. Но, поскольку нижний объем это супремум всех объемов тел Q1 типа содержащихся в нем, а это инфимум наоборот тел, которые значит содержат его, то по определению супремума и инфимума супремума и инфимума для заданного эпсилон, для любого я так сразу напишу, для любого эпсилон больше нуля. Мы можем найти по определению супремума найдется такое многогранное тело Q1 содержащееся в нашем теле Т, что его объем конечно он не превосходит супремума и больше чем вот этот супремум давайте я здесь получше сделаю что значит супремум минус эпсилон деленное на 2 значит по определению супремума найдется такое тело для любого эпсилон что оно лежит вот в этом множестве и аналогично по определению инфимума существует такое тело Q2 такое что Т в нем содержится и оно будет отличаться от инфимума значит верхний объем это инфимум таких объемов таких тел вот наше тело Q2 и оно будет меньше чем инфимум плюс эпсилон на 2 ну получается если мы рассмотрим эти числа которые здесь возникли вот я здесь запишу дальше если мы рассмотрим эти числа вот эти объемы то мы сразу увидим значит вот смотрите наше тело кубируемо поэтому его нижний объем равняется верхнему объему вот мы рассмотрели здесь верхний объем плюс эпсилон на 2 и нашли вот здесь вот такое тело объем которого вот q2 лежит между этими точками так ну и здесь аналогичным образом мы взяли нижний объем нижний объем минус эпсилон на 2 и здесь нашли такой такое многогранное тело q1 у которого объем находится здесь ну поскольку расстояние между этими числами меньше эпсилон но оно равно эпсилон так сказать оно равно эпсилон то получается что расстояние между этими будет этими объемами меньше эпсилон таким образом если наше тело кубируемо то есть у него есть объем вот он объем этого тела то мы обязательно найдем такие два многогранные тела что объемы их отличаются между собой меньше чем на эпсилон достаточность пусть наоборот пусть выполнены условия этой теоремы то есть для любого эпсилон мы найдем такие тела многогранные вот все что здесь написано вот найдем такие тела тогда мы имеем следующее тогда поскольку объем каждого тела q1 который содержится в нашем теле t он не превосходит своего супремума естественно не превосходит супремума супремум этот не превосходит очевидно инфимума когда мы определяем понятие верхнего и нижнего объема то в качестве простенькой задачки вы можете сами проверить что между супремумом тех объемов тел которые содержатся в нашем теле и инфимумом тех многогранных тел которые содержат наше тело между их объемами обязательно такое неравенство ну и конечно поэтому отсюда следует что объем тела q2 любого многогранного которое содержит наше тело значит мы вот для любого эпсилум нашли такие для любого эпсилум больше нуля мы нашли такие q1 и q2 что q1 содержится в t а q2 наоборот его содержит вот вот мы нашли такие тела и значит здесь имеется такое неравенство и между ними вот разница в от q2 минус в от q1 меньше эпсилум значит вот эта разница между этими числами меньше эпсилум но очевидно тогда что и здесь будет меньше эпсилум поскольку расстояние между инфимум и супремум уж никак не может быть больше чем расстояние между этими объемами отсюда получаем сразу же это запишу что расстояние между в верхним объемом и нижним объемом а не может быть никак не может быть больше будет тоже меньше эпсилум но это два фиксированных числа здесь ничего не меняется какие бы мы q1 и q2 не брали если два числа мы уже неоднократно об этом говорили если два неотрицательных числа отличаются друг от друга меньше чем на эпсилон то очевидно что они совпадают отсюда следует если бы они отличались на какое-то положительное число то взяв эпсилон меньше этого числа мы бы получили сразу противоречие отсюда сразу следует что нижний объем совпадает с верхним объемом и естественно тогда это и будет объем нашего тела то есть тело t кубируемо вот собственно я вам подробно доказала вот это вот утверждение но оно фактически очень простое вытекает из определения и является простеньким ну что еще можно здесь добавить можно добавить следующее что вот эту теорему так же как у нас была аналогичная теорема для вычисления площадей можно переформулировать рассматривая граничные точки но это утверждение мы возьмем тоже как и в том случае без доказательства значит я сформулирую можно записать если хотите что теорема 7 может быть переформулирована в терминах границы тела t теорема 7 можно переформулировать можно переформулировать переформулировать следующим образом следующим образом теорема 7 штрих теорема 7 штрих здесь я сотру рамочку чтобы она не выделялась теорема 7 штрих тела t кубируемо тогда и только тогда это тоже критерии то есть это фактически та же теорема но в других терминах и она немножко иначе доказывается чуть более сложно поэтому мы оставим ее без доказательств кубируемо тогда и только тогда когда объем его границы определен и равен нулю то есть объем границы этого тела должен равняться нулю идея доказательства состоит в том что если вы возьмете замкнутый многогранник содержащий наше тело и возьмете внутренность открытый многогранник который в нем содержится и возьмете дополнение q2 до ну я просто вкратце так идею помечу если мы замкнутый многогранник возьмем и вычтем из него внутренность открытого многогранника содержащегося то мы получим некое многогранное тело которое будет содержать все граничные точки значит это будет содержать все граничные точки нашего тела ну а поскольку здесь два маленьких замечания многогранное тело если выберем его убираем граничные точки или их присоединяем объем от этого не меняется ну скажем открытый кубик без границ без граничных граней и замкнутый кубик имеют тот же самый объем это произведение его ребер ну и так же и в общем случае поэтому если вы вот возьмете такую разность этих многогранных тел вы получите тоже замкнутое многогранное тело которое содержит эту границу а поскольку объемы их отличаются меньше чем на любое эпсилон то вот отсюда и возникает фактически доказательство этого утверждения ну чтобы более аккуратно его доказывать нужно довольно много здесь написать это без доказательства это теорема без доказательства и так вот мы познакомились с понятием кубируемого тела и критерием его кубируемости ну можно в этой теореме еще такое замечание сделать можно брать вместо многогранных сил брать кубируемые тела значит в теореме 7 такое вот следствие что ли ну или давайте я сформулирую еще теоремы 7 штрих 7 2 штриха в теореме 7 вместо вместо многогранных тел многогранных тел Q1 и Q2 можно использовать можно использовать кубируемые тела кубируемые тела давайте я вот формулировку саму начну вот отсюда теорема 7 2 штриха для того чтобы тело Т было кубируемо 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 необходимое и достаточно чтобы для любого эпсилон больше нуля существовали такие два ну скажем F1 и F2 кубируемые тела кубируемые тела такие что F1 содержится в Т а Т содержится в F2 и объемы этих тел V от F2 минус V от F1 меньше эпсилон ну и доказательства тоже проводится аналогично многогранные тела конечно являются кубируемыми а здесь мы берете кубируемые тела значит к ним можно очень близко подобрать многогранные тела и воспользоваться доказательством вот этого предыдущего принципа в виде задачки прошу вас доказать это самостоятельно доказать теорему 7 2 штриха самостоятельно самостоятельно значит доказательство нужно знать на экзамен теорема 7 2 штриха когда мы находим не обязательно многогранные а достаточно найти кубируемые тела с таким условием итак вот критерии кубируемости теперь достаточное условие кубируемости еще одна теорема которую мы сформулируем значит для того чтобы ее сформулировать сначала введем вспомогательное понятие значит уже более конкретное более конкретный тип пространственного тела рассмотрим и покажем в каком случае какое достаточное условие нужно для его кубируемости а именно такой заголовочек запишем кубируемость 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 цилиндрического тела цилиндрического тела значит что такое цилиндрическое тело пусть заданы две параллельные плоскости пусть плоскости плоскости ну скажем p1 обозначу их и p2 и они друг другу параллельны и прямая 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 вот это л ортогонально каждой из этих плоскостей вот картиночка вот картиночка p1 вот параллельная ей некая плоскость p2 рассмотрим на плоскости p1 пусть g некоторая фигура плоская фигура на плоскости p1 вот давайте я ее нарисую вот некоторая фигура g на плоскости p1 дальше мы возьмем прямую вот эту l которая ортогонально обеим плоскостям проведем через какую-нибудь точку а этой этой нашей фигуры через граничную скажем точку проведем эту прямую l она ортогонально нашим плоскостям вот здесь вот прямой угол здесь тоже она вот протыкает прямым углом и будем двигать эту прямую l параллельно перемещая оставляя ее все время ортогонально этим плоскостям будем двигать ее так чтобы она пересекала все точки вот этой вот нашей границы этой фигуры тогда на плоскости p2 фактически она вот примерно такая картинка у нас получится значит если мы будем перемещать эту прямую параллельным образом то она так сказать заметет как иногда выражаются она заметет здесь аналогичную фигуру значит через все точки фигуры ж пропустим эту прямую абсолютно через все тогда все точки пересечения даже не только граничные а все возьмем точки тогда точки пересечения с плоскостью p2 они здесь тоже образуют некую фигуру ну же штрих конкурентно конечно фигуре же фигуры же конкурентно фигуре же штрих ну а вот та поверхность которую образует при движении это наша прямая перемещаясь по граничным точкам это будет так называемая цилиндрическая поверхность вот я ее покажу штриховочкой такую 3d тоже картинку то есть у нас образуется вот такое вот тело я его нарисую отдельно вот такое вот тело которое мы назовем цилиндрическим телом ну вот такое тело называется прямым цилиндром с основанием g это вот прямой цилиндр прямой цилиндр цилиндр с основанием g ну и вот возникает вопрос какое условие нужно задать достаточное для того чтобы это цилиндрическое тело или цилиндр было кубируемо ну вот достаточным условием является следующее простое условие теорема 8 теорема 8 если основание 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 g является квадрируемым квадрируемой фигурой то цилиндрическое тело цилиндрическое тело цилиндрическое мы его буквой ц обозначили от слова цилиндр является кубируемым кубируемым и объем и объем его и его объем объем цилиндра будет равен площади площади основания умноженной на высоту где h это есть расстояние между двумя вот этими параллельными плоскостями которые образуют наше цилиндрическое тело значит вот это вот расстояние которое здесь я нарисую вот таким образом это h расстояние между площадями оно же является высотой данного цилиндра доказательство тоже очень простое доказательство так как наша квадрируемая фигура g квадрируемая основания значит так как g квадрируемая то существует для любого эпсилон для любого эпсилон больше нуля существуют такие фигуры f и q плоские многоугольные фигуры ну или даже квадрируемые просто можно взять у нас было два критерия квадрируемости квадрируемые квадрируемые фигуры такие что f содержится в g а g содержится в q такие что площади этих фигур минус площадь f меньше чем эпсилон деленное на h значит вот по определению вернее по критерию квадрируемости фигуры g мы можем найти такие две квадрируемые фигуры которые будут ну вот я нарисую даже картиночку вот здесь давайте нарисую вот наше основание этого цилиндра g вот мы нашли какую-то фигуру такую многоугольную давайте я вот здесь букву g поставлю многогольную фигуру f которая внутри содержится в самом g и нашли какую-нибудь многоугольную фигуру вот например такую нарисую q которая содержит g и площади этих фигур отличаются между собой меньше чем на число эпсилон деленное на h тогда мы ориентируясь на эти две фигуры построим соответствующие цилиндры ну вот если у нас имеется фигура f вот здесь давайте я букву g тоже вот сюда перенесу вот f аналогично здесь f вот мы можем построить цилиндр с основанием f и площадь его мы знаем тогда как вычисляется для фигуры q вот фигура q которая содержит наш нашу область g для нее тоже мы можем построить соответствующий цилиндр ну я не буду уж так точно здесь все рисовать соответствующий цилиндр построим значит рассмотрим цилиндры рассмотрим ну или цилиндрические тела цилиндрические тела цилиндрические тела с основаниями с основаниями с основаниями с основаниями f значит цилиндр с основаниями цилиндрические тела с основаниями f и q вот я ставлю двоеточие цилиндр с основанием F, он будет, очевидно, содержаться в нашем цилиндрическом теле с основанием G. Цилиндрическое тело, вот давайте я здесь поставлю букву G, вот, и этот цилиндр будет содержаться в цилиндре с основанием Q. Ну, поскольку вот объемы этих цилиндров, у которых основания являются квадрируемы, мы знаем, значит, объемы этих цилиндров, объем цилиндра с основанием Q будет равен площади Q, умноженной на высоту. А высота та же самая у них, что и у нашего исходного цилиндра. Значит, объем цилиндра с основанием F будет равен площади F, умноженной, опять же, на высоту. Ну, и если мы рассмотрим разность этих объемов, учитывая, что разность площадей у нас вот такая, отсюда будет следовать, что объем цилиндра с основанием Q минус объем цилиндра с основанием F будут меньше, значит, вот, вычтем из этого выражения это, меньше чем H, ну, они равны, извините, я сначала напишу, чему они равны, они будут равны разности площадей и умножить на H. Разность площадей у нас была меньше, чем ε, деленная на H, и умножить на H, получается, что разность этих объемов будет меньше ε, меньше ε, то есть что нам и нужно. Таким образом, мы нашли два многогранных тела, а эти цилиндры представляют собой многогранные тела, разность объемов которых меньше ε, а это по критерию кубируемости означает, что наше тело кубируемо. Итак, мы доказали, что если основание цилиндрического тела квадрируемо, то само тело будет кубируемым. Ну, давайте теперь рассмотрим некоторые примеры. Да, ну, не примеры, а сначала рассмотрим такой вопрос. Объем тел вращения. Объемы тел вращения. Такой заголовочек. Объемы тел вращения. Итак, мы теперь знаем, что цилиндр кубируем и можем этим воспользоваться для вычисления объемов некоторых тел вращения. Объемы тел вращения. Ну, значит, следующая теорема у нас будет такая. Теорема 9. Теорема 9. Пусть функция f от х непрерывна на отрезке АВ. Ну, и давайте для простоты предположим, что она неотрицательна. Тогда мы знаем, как вычислять, напоминаю, площадь криволинейной трапеции, которая ограничена графиком этой функции осью абсцисс. Ну, и вот будем вращать, будем вращать, вращать криволинейную трапецию. Трапецию. Мы уже рассматривали ее и обозначение. У нас такое было, так что вы знаете, что это такое. Вокруг оси ОХ. Получится некое тело пространственное. Полученное тело вращения является кубируемым. И его объем. Вот это уже идет применение опять определенного интеграла Риммана. И его объем равен... Значит, мы рассматриваем объем тела вращения. Тело вращения... Ну вот, трапеции вокруг оси ОХ. Он равен следующей величине. Значит, ПИ интеграл от А до В. Ф в квадрате от Х до Х. Вот нам нужно доказать эту формулу. Значит, ПИ Ф в квадрате от Х до Х. Доказательства. Давайте сделаем картинку. Наглядное объяснение всегда более понятно. И так, вот у нас система координат. Вот отрезок АБ. Вот, предположим, график нашей функции здесь. И мы вот эту криволинейную трапецию, эту область, начинаем вращать вокруг оси абсцисс. При этом каждая точка графика опишет окружность, очевидно. Так, я приблизительно нарисую сейчас эту картиночку. Ну, вот что-то в этом роде. Чуть ниже здесь. Сейчас получше немножко нарисую. Ну, вот хотя бы так. Значит, каждая точка опишет окружность при этом вращении. Ну, вот это, скажем, у нас не видно. Вот такое тело вращения получается у нас. Значит, давайте составим интегральную сумму для такой вот функции. Посмотрим, что это будет. Значит, когда мы разбиваем наш отрезок точками разбиения, вот B это у нас всегда ХН, и вот я нарисую какой-нибудь отрезочек разбиения ХК-1, ХКТ. Вот нарисую этот отрезочек. Вот здесь вот. Вот так немножко более выразительно сделаю его. Значит, когда мы составляем... Значит, поскольку функция у нас непрерывна, значит, F квадрат тоже у нас непрерывна и интегрируема, то здесь у нас верхняя и нижняя суммы дорбу для достаточно мелкого разбиения будут отличаться меньше, чем на любое Эпсилон. Ну вот этот отрезочек, вот, и та часть трапеции, которая на нем, так сказать, расположена, он при своем вращении образует некую фигуру тоже. Ну вот давайте, если мы возьмем здесь супремум всех значений функции на этом отрезке, вот такой супремум, и будем вращать вот эту в такой прямоугольничек, то у нас образуется... Вот я нарисую его. У нас образуется цилиндр с основанием равным... Значит, цилиндр образуется с основанием радиуса МКТ, М большое КТ, ну и ширина, так сказать, высота этого цилиндра дельта ХКТ. Значит, площадь этого цилиндра, объем этого цилиндра будет равен МКТ на дельта ХКТ. А если мы возьмем инфимум значений нашей функции на этом участке, то у нас образуется уже другой здесь прямоугольничек. Вот я его заштрихую вот так двойной штриховкой, и мы когда будем его вращать, у нас образуется цилиндр с меньшим радиусом основания, а именно с радиусом основания вот это вот расстояние, это будет ММКТ. Значит, если мы возьмем супремум, то вычтем здесь получается М. Только прошу прощения, конечно, объем этого цилиндра, это будет не просто МКТ на дельта ХКТ, а это будет Пи МКТ в квадрате на дельта ХКТ, потому что площадь основания это Пи Р квадрат, и мы вычтем аналогичную площадь МКТ в квадрате дельта ХКТ. Ну, мы сейчас будем считать, что и большее, и меньшее. Здесь основания, естественно, положительные, по крайней мере, не отрицательные. Ну и вот. И если мы рассмотрим сумму таких вот объемов цилиндриков маленьких по всему отрезку АВ, у нас получится верхняя сумма дорбу для вот этого интеграла, она будет равна Пи на сумму всевозможных вот таких МКТ в квадрате дельта ХКТ по всем К. А нижняя сумма дорбу будет образована вот такими вот объемами с геометрической точки зрения. Значит, сумма по всем К МКТ в квадрате дельта ХКТ. Ну и поскольку наша функция интегрируема, то мы при достаточно мелком разбиении, у нас, значит, так как F в квадрате интегрируема, интегрируема, то для достаточно мелкого разбиения мы получим, что разность этих сумм дорбу, она будет представлять собой вот разность этих сумм. это будет Пи на сумму МКТ в квадрате дельта ХКТ и минус Пи на сумму МКТ маленькой в квадрате дельта ХКТ. И это будет меньше любого заданного эпсилона. Отсюда следует, что для любого эпсилона больше нуля, существует такое разбиение ХКТ, что, значит, для этого разбиения у нас будет вот такое вот соотношение. Но мы уже видели с вами, что каждое вот слагаемое в этой сумме представляет собой объем цилиндра, который мы вот здесь рассматриваем при вращении. Вот это будет объем кубируемого тела. объем некоторого кубируемого тела, давайте я его назову, скажем, Ку, а вот это у нас объем, ну или вот здесь мы можем написать объем кубируемого тела Ку, а вот это объем некого кубируемого тела, ну давайте здесь будет Ку-2, скажем, а здесь Ку-1, где Ку-1 и Ку-2 это кубируемые тела, поскольку это объединение цилиндриков, вот по всем таким отрезочкам разбиения, на каждом отрезочке свой цилиндр образуется. И вот мы их, когда складываем, эти объемы, мы рассматриваем фактически объем вот такого вот объединения цилиндров. Вот один цилиндрик, потом к нему пристраивается, скажем, другой цилиндрик, к нему пристраивается еще цилиндрик, и вот объем таких вот цилиндриков, приклеенных как бы друг к другу, представляет собой фигуру, объем которой вот у нас здесь записан. Это кубируемые тела, причем такие, что Ку-1 содержится в нашем теле вращения, вот этом ТФОХ, а оно наоборот содержится в кубируемом теле Ку-2. И объемы этих тел отличаются как раз меньше чем-то на эпсилон. Значит, объем тела Ку-2 минус объем тела Ку-1 меньше эпсилон. Поскольку наша функция, повторяю, интегрируема, которая здесь стоит, то разность при достаточно мелком разбиении, разность верхней и нижней суммы дорбу для этой функции, для достаточно мелких разбиений, отличается меньше чем на эпсилон. А суммы дорбу представляют собой объемы кубируемых тел, которые находятся вот в таком соотношении, и разность их объемов меньше эпсилон. То есть мы от критерий интегрируемости как раз перешли здесь фактически к геометрическому представлению, то есть к критерию кубируемости. Поэтому мы и получаем отсюда, что наше тело ТФОХ, тело вращения криволинейной трапеции вокруг оси ОХ, кубируемо. И его объем, естественно, равен, ну раз мы уже здесь рассмотрели верхнюю и нижнюю сумму дорбу, они вот для этого интеграла построены, и объем его как раз будет равен этому интегралу. Объем этого тела будет равен интегралу от этой функции Ф в квадрате от Х ДХ на отрезке АВ, что нам и требовалось доказать. Итак, вот объем тело вращения криволинейной трапеции вокруг оси абсцисс. Я хочу вам еще представить без доказательства еще формулу, которая получается, значит, там доказательство более сложное, мы не будем его сейчас рассматривать, теорема 10. Оказывается, что если площадь криволинейного сектора, вот мы вычисляли, если криволинейный сектор вращать вокруг полярной оси, если сам криволинейный сектор был квадрируем, то оказывается и тело вращения тоже будет кубируемым. Значит, теорема 10. Пусть задан криволинейный сектор, криволинейный сектор, значит, ограниченный кривой, р равняется р от фи, непрерывной на отрезке от альфа до бета. Тогда тело вращения, полученное вращением этого сектора, сектора, давайте я его как-нибудь назову, значит, сектор р от фи на альфа-бета, сектор, вот здесь я вверху напишу, р от фи, и в скобочках, вот альфа-бета, ну и короче мы его обозначим сектор r, сектор s, р от фи. Полученное вращением вот этого сектора является, а, вокруг, извините, вокруг полярной оси, вокруг полярной оси, оси, является кубируемым, кубируемым, и его объем, его объем, в, равен две третьих пи на интеграл от альфа до бета, r в кубе от фи, синус фи, д фи. Вот такая формула, она у вас имеется в Демидовиче, даже в виде задачи, по-моему, там приведено, доказать такую формулу. Ну вот на лекции мы доказывать ее не будем. Если пожелаете, вы можете найти доказательства этой формулы. Оно достаточно все-таки, ну не очень короткое, но в книжке Боярчук и другие, там антидемидович, так называемые, вы можете посмотреть. Вот, значит, имеется вот такая формула. Ну и давайте я приведу пример, примеры вычисления вот таких вот объемов тел вращения. Примеры. Примеры. Примеры тоже не сложные, конечно, рассмотрим. Примеры. Значит, найти объем тела вращения. Первый. Найти объем тела вращения, криволинейной трапеции, трапеции, ограниченной аркой синусоиды, аркой синусоиды, вокруг оси ОХ. То есть мы рассматриваем с вами, вот у нас был пример вычисления площади арки синусоиды от нуля до Пи. А сейчас мы начнем вот эту фигуру вращать вокруг оси абсцисс. Значит, у нас получится вот такое вот тело. Ну, представимся. Такое что-то вроде такого вот, ну, юла есть такая игрушка, или что-то вроде волчка вот такого получится. Ну, вот как найти объем такого тела вращения. Значит, у нас объем тела вращения задается по формуле Пи. Интеграл в данном случае будет от нуля до Пи. Мы должны взять F в квадрате. Значит, это будет синус в квадрате в квадрате Х до Х. Вот, собственно, вся формула. Ну, и осталось только проинтегрировать. Значит, получится у нас Пи. Синус в квадрате это будет одна вторая. Это будет одна вторая единица минус косинус двух Х. Поэтому здесь у нас получается одна вторая мы выносим, единичку интегрируем будет Х. Косинус интегрируем будет минус одна вторая синус двух Х. и в подстановке от нуля до Пи. Значит, получается у нас синус дает нам ноль. Ну, и получается здесь, значит, что у нас будет? Пи. Х подставляем, тоже будет Пи. Значит, Пи в квадрате, деленное на два. Вот получается объем такого тела вращения. Ну, и вот на эту формулу тоже давайте рассмотрим пример. найти объем, найти объем тела вращения, тела вращения, кардиоиды. Вот мы с кардиоидой уже имели дело. кардиоиды. Кардиоиды. Диоиды. Р от Фи. Кардиоиды Р от Фи равняется единице плюс косинус Фи. Вокруг полярной оси. Ну, давайте посчитаем такой объем. Вот у нас формула имеется. Давайте я вот здесь напишу. Значит, объем, объем тела, ну, Т, а мы обозначим его Т. Значит, объем тела Т. А вот по этой как раз формуле будет равен 2 третьих Пи. Интеграл. Ну, мы берем, опять же, вращаем половинку кардиоиды, именно ее верхнюю часть, сектор криволинейный. От нуля до Пи он будет. А дальше здесь мы должны написать куб вот этого выражения. Р в кубе. И потом синус Фи. Значит, будет единица плюс косинус Фи. Все это в кубе. И еще синус Фи ДФи. Вот осталось посчитать этот несложный интеграл. 2 третьих Пи. Значит, возводим в куб. Здесь будет единица плюс 3 косинуса Фи, плюс 3 косинуса в квадрате Фи и плюс косинус в кубе Фи. Все это умножить на синус Фи и ДФи. Интегрируем 2 третьих Пи. В скобочках что у нас получится? Интеграл от синуса это будет минус косинус Фи. Интеграл от, значит, 3 косинуса на синус Фи. Значит, производная косинуса это минус синус. Поэтому, если здесь поставить минус и здесь минус, мы получаем, значит, будет минус 3 косинус в квадрате Фи деленное на 2. Здесь аналогично, поскольку производная это минус синус, то будет минус 3 косинус в кубе от Фи деленное на 3. Ну и здесь дальше минус тоже косинус в четвертой степени Фи деленное на 4. И все это в подстановке от нуля до Пи. Давайте посмотрим, что получится. 2 Пи на 3. Косинус Фи в точке Пи это минус единица. Значит, здесь будет плюс единица. И мы вычитаем минус единицу. Значит, еще раз. Вот косинус даст нам двойку. Дальше, если мы берем косинус в квадрате, то в точке Пи это будет плюс единица и в точке ноль тоже единица. Поэтому это даст нам ноль, второе слагаемое. А если косинус в кубе брать, то в точке Пи это будет минус единица. Ну, тройки мы здесь сокращаем. Значит, в точке Пи это будет минус единица со знаком минус плюс единица. И аналогично здесь. Значит, еще раз будет двойка. Аналогично первому слагаемому. А здесь четвертая степень четная снова дает нам одинаковые значения. Поэтому будет ноль. И получаем в итоге 4 на 2. Это вот это 8 Пи деленное на 3. Вот мы посчитали объем вот такого тела вращения. Давайте я уже картинку нарисую, чтобы было видно, что мы посчитали. Итак, вот наша кардиоида. Вот здесь единичка, здесь минус единичка. Ну, примерно что-то в этом роде она собой представляет. Вот мы ее вращали. Значит, у нас получилось такое вот тело вращения. Ну, кардиоида похоже на сердечко, плоская картинка. А когда вы вращаете, уже получается сердечко 3D, так сказать. Объемное такое, по форме, близкое к форме сердца. Так вот, объем этого сердца получается равным вот такому числу. Хорошо. Вот мы рассмотрели примеры. Дальше следующий раздел. Значит, мы познакомились только лишь с очень малым количеством применения определенного интеграл для вычисления разных вот таких вот величин физических. Ну, можно еще рассмотреть, например, такие применения, как механические, что ли, или физические применения. Вы можете увидеть такие применения в сборнике задач Демидовича. В учебниках тоже применяется определенный интеграл для вычисления механических величин многих, таких как, например, статические моменты фигуры относительно осей координат или относительно плоскостей координатных. Моменты инерции вычисляются. Ну, а если мы вычисляем моменты, статические моменты, то мы можем вычислить координаты центра масс каждой фигуры. Это тоже применение определенного интеграла. Ну, например, еще что? Вычисляются физические величины. Значит, вычисление некоторых физических величин. Например, вот у вас пусть задана плотность ρ от х. Это плотность стержня. Плотность стержня. Стержня в точке х. Ну, вот вам дан некий стержень, который расположен, скажем, вдоль оси абсцисс. Вот такой, скажем, стержень у вас лежит. От точки А до точки В он расположен. Но у него, его ширина, так сказать, может варьироваться от точки к точке. А под плотностью, ну, если это совершенно однородное вещество, то под плотностью можно понимать, вообще говоря, массу сечения в точке Х. Вот если вы разрежете, ужасно тонкую пластинку возьмете, толщиной можно пренебречь. Тогда вот как бы масса этого сечения может выражаться вот некой такой формулой. Вот от каждой точки она зависит, и в каждой точке значение имеет свое. Ну, тогда вычислить массу этого стержня, тогда масса стержня, масса этого стержня, сейчас, стержня, масса стержня М будет равна. Значит, как мы ее приблизительно можем вычислить? Мы можем разбить наш отрезок на маленькие частички, на маленькие кусочки. И приблизительно выберем какую-нибудь точку, ксикатая здесь, на этом кусочке. И будем считать, что масса вот этого стержня, что у него плотность на этом маленьком участке одинаковая, все время она равна ρ от кси, а длина стержня это будет дельта х кт. И вот если мы возьмем на каждом кусочке приблизительно будем считать, что плотность одинаковая, тогда масса этого элементарного кусочка будет подсчитана вот как это произведение, а потом мы берем и суммируем по всем этим участкам разбиения по k. Вот тогда у нас получается приближенная формула для массы нашего стержня. Ну, а если мы будем переходить к пределу, при мелкости, стремящейся к нулю, поскольку эта функция непрерывно, значит она интегрируема и значит такой предел будет существовать, тогда мы немедленно получаем интеграл от альфа до бета вот от этой функции ρ от х до х. Это уже будет точное значение массы нашего стержня. Таким же образом вычисляется, ну например, если у вас имеется проволока, имеется плотность электрического заряда в каждой точке, некая непрерывная функция, вы можете с помощью такого же интеграла посчитать весь электрический заряд на данном участке провода. Ну и другие некоторые величины. Или, например, у вас имеется сила f от х, значит вот у вас имеется точка А на оси и точка В. И вот у вас здесь находится какое-то тело или материальная точка, и вы начинаете это тело двигать, прилагая к нему силу, и эту силу в каждой точке у вас сила вообще говоря может меняться. Она задается как непрерывная функция. Значит непрерывная функция это сила в точке х, а х принадлежит отрезку от А до В. Ну и будем считать, что эта сила направлена как раз в сторону движения. Ваша задача перетащить вот этот ящик, скажем, из точки А в точку В. Ну вы можете силу увеличивать, уменьшать, ослаблять, так сказать, свои усилия. Какова будет работа? Тогда вычислить работу можно по простому правилу. Работа А обычно обозначается. Если вы разбили ваш участок на маленькие кусочки, х к минус первое х катая, выбрали здесь какую-то точку ксикатая, и F от ксикатая силу, приближенно будем считать, что она не менялась на этом участке, тогда работа именно на этом маленьком участке, она будет равна произведению вот этой силы на путь. А путь это дельта х катая. Дальше, когда мы будем суммировать все это, мы получим приблизительное значение работы на протяжении всего пути. Ну а поскольку функция у нас непрерывно, значит, интегрируема, то переходя к пределу при мелкости разбиения, стремящейся к нулю, мы получим, что точное значение нашей работы будет равно интегралу от А до В вот этой функции f от х до х. Ну, конечно, в реальных задачах это будет работа по перемещению с точки А в точку В. Ну, буква А может быть здесь не совсем хорошо, но давайте Р напишем, работа. Р – это работа будет. Обычно ведь как, если вы, например, тащите саночки или тащите вот ящик, вы обычно натягиваете под некоторым углом, но в этом случае мы берем ту составляющую, которая направлена параллельно оси. Ну, то есть умножаем вашу силу на еще на какой-то там косинус. Поэтому для простоты мы предположили, что вся сила направлена вот по этому направлению. Ну, следующее, значит, мы вот очень кратко познакомились с применениями определенного интеграла к вычислению различных величин физических, механических, длины дуги, площади фигуры, объема фигуры. На следующей лекции у нас будет новая тема из этого же раздела – это методы приближенного вычисления уже самих интегралов. Если мы не можем взять интеграл с помощью там замены переменной или интегрирования по частям, иногда достаточно его посчитать приближенно. Ну, например, есть интегралы, которые я вам говорила, что первообразные не выражаются элементарными функциями, нет такого выражения, поэтому там это как раз очень актуально. Ну, сегодняшняя лекция закончена. Всего вам доброго, спасибо за внимание. Значит, на следующей лекции у нас будут методы приближенного вычисления определенного интеграла. Всего хорошего!